ну давайте посмотрим что внутри хочется по максимуму это и практично и симпатично понимает что даже с ними можно жить и самое главное ценность здесь это вот такое окно интересное решение и самое ожидаемое они как правило с вами мангем музычка всем привет я фарис помнедов вы смотрите твой интерьер на fm live и сегодня у нас небольшой но очень интересный и вдохновляющий ром-тур по маленькой квартирке в вене столицы астрии где мы проводим свои летние каникулы пойдемте смотреть им будет очень интересно обещаю и так уже сложишься такой негласной традиции с каждой своей поездки ну а почти как и поездки там где у нас будет снять какое-то классное интересное жилье я снимаю для вас обзор прошли видео я показывал несколько квартир в париже за несколько раз когда я там был я собрал огромное количество комментариев о том что все жилье в европе днище что все это бескусица кошмар ужас и вот мол если бы у нас такое продавали сдавали в аренду я бы и думать не думал это показывать и снимать но пусть каждый танец про свое мнение но сегодня я думаю что вот этот вот тур будет немножко другим тратил мы с нами на airbnb она находится в самом центре вены возле центральной ратуши поэтому очень удобно для того чтобы перебегаться по городу в пешем режиме если вы приедете как турист и она находится на четвертом этаже очень классного старого достаточно дома сейчас на экране вы видите видео подсъемка будет лифт парадная и здание с фасада ну а теперь давайте просто посмотрим что здесь внутри я приехал прилетел без подлички не думаю что буду снимать но не мог устоять такую красотку маленькую поэтому здесь меня хорошо слышно будут разоговорить потише точнее помедленнее но вы успеваете смотреть ставьте на паузу ставьте лайк подписывайтесь на канал на томате колокольчик в общем как обычно пойдем итак начнем как в лучших видео обзорах формата иди и бог ну давайте посмотрим что внутри на самом деле квартира небольшая и это сразу понятно здесь примерно 30 может быть даже меньше но уместилось все сейчас находимся и в прихожей и в столовой и в гостиной и кухне сразу но на самом деле в время когда квадратный метр каждый на вес долл порой нам людям приходится покупать квартиры такие небольшие и не для поездок и путешествий а для того чтобы жить в них постоянно и на примере этого видео я хочу в очередной раз показать вам что размер не имеет значения и даже в маленькой площади можно в принципе разместить все необходимое но с небольшими нюански и так здесь первое что бросается в глаза конечно это черный паркет это действительно паркет это не ламинат это натуральное дерево но черного цвета у нас не кажется не очень распространенное решение стилитическое но в целом смотрится очень классно особенно на контрасте с белыми стенами кончится европейский формат да и высокими потолками док я уже говорил теоретической постройки поэтому платить истоки окна большие выставлены это может три с половиной метра но точно не больше может 320 здесь зона вся разделена визуально даст вам отстать большая стенка которая деляет спальню приватную часть квартиры под общественной и интересное решение они оформили стенку вот такой керамической плиткой кит-кат она называется у нас по крайней мере вам арты и соломи мазайки мы такую используем похожую и вот здесь она тоже есть очень красиво смотрится и вообще как бы еще раз тоже пример вот интересное решение когда мы можем использовать керамическую плитку керамогранит кафель не только в ванной зоне мокрой зоне кухонного рабочего места но и вот так в гостиной это и практично и симпатично вот достаточно эффектно здесь вот такой стол на четверых круглый обедленный на широкой ножке стулья бренда оффи притс и а вот здесь такая интересная небольшая компактная вешалка место есть куда можно присесть куда можно брать обувь и вот так вот опускают эти штучки может есть пальто сумка зонтик ну как бы мне кажется важное компактное решение удаляем небольшую квартиру дальше здесь мы как бы в зоне кухни сразу оказываемся я когда в первый день ужинал за этим столом и оттуда привычки как думал себя перед столом вернуть костянувых уже не кухонь настоящий но нет здесь место побольше поэтому я еще кстати вожу с тобой всегда маленькую рулетку путешествие чтобы какие-то замерять нестандартные размеры и понимать что даже с ними можно жить потом провокатить своим клиентам когда у нас есть какие-то ограничения по плачугам кухня а здесь фартук и столешница выполнена в одном материале это но если честно похоже на керамогранит просто толстый возможно это что-то другое конечно но я с таким материалом у нас не сталкивался очень по расположению здесь холодильник холодильник дошу чтобы у нас такой вот ящичек и здесь ложки вилки ну разное хранение вот эти штуки очень удобные вот такие вот дочечки чтобы не выпадал на эти морковку картошку порезал а на старости под минусом а дальше выкатной ящик для мусора очень удобное решение вообще в принципе ничего там нет уникального да вот сделать выкатную систему выкатную секцию под мойкой ну блин как это удобно почему я в связи не такое не сделал не знаю но в квартире на этом так сделано сверху у вас место для хранения всего всего-всего-всего то а та зона которая обычно вообще никак не используете да а снизу у вас выкатные контейнеры для мусора можно сортировкой заниматься это очень класс и здесь посудомойка на 45 по идее мне бы для жизни единственная холодильника такого было мало потому что покушать я люблю вот и продукт нас обычно много хранится в остальном вот все больше и не нужно сверху какие-то вот аксессуары для комфорта варочная поверхность мойка здесь для посудки здесь вытяжка и еще место для хранить всяких мелочей вот такая вот микроволновка уже зляпанная она так вот назовем вот и тут там еще хранение сверху там вообще можно хранить что угодно просто очень классно а дальше здесь у нас такая зона гостиной небольшая джутовый коврик диванчик диванчик очень удобно этому сказать симпатично но как-то вот не знаю мне кажется не очень пропорционально смотрят подушки но сюда больше бы не влез по идее такие габариты можно поставить какой-то диван через складной чтобы увеличить дополнительное спальное место запасные вот прекрасный окна бац открываешь этаж четвертый но такое ощущение как будто бы пятнадцатый покажи что внизу только держит телефон короче там очень глубоко очень высоко ну ладно может быть не самый шикарный но извините извините ваша горит уже цент так покажем санузел за такой прекрасном двери санузел кстати весь интересные включатели они такие вот поворотные под ретро но нюансики нюансики здесь чтобы открыть дверь в туалет нужно откинуть ковер потому что иначе не открывается санузел маленький кстати уже который раз приезжаем в европу снимаем квартиру на fbnb сталкиваясь с тем что здесь раздельные санузлы то есть отдельно именно унита с маленьким коммуникам и отдельно уже ванной там и душевая вот здесь так используем даже плитка что и на сцене вот разделяющей гостиную от спальни инсталляция маленький руководник смотрите даже вот ты сидишь если бадуна пришел ну мало ли как в европе у тебя повернулся день то можно поглотишься на моечку чтобы легче было думать ну ладно это шутки шучу но во всяком случае у всех же разные видения того как будет проходить их прекрасный выпуск урок может для кого-то это походу по вару а здесь декор стоит эти говорят потолок обратите внимание в туалете сделали ниже чем у всей комнате что хорошо потому что если бы в такой маленьком пространстве потолок был три с половиной метра как во всем остальном то это было бы ощущение колодца создавала и самое главное ценность здесь это вот такое окно то что стердишь неважно в каком состоянии и смотришь на соседские террасы такой придет поглядите там видно там у них сад да ну чем неплохо неплохо идем дальше надеюсь мне очень стали сумбура это клетка и слушай структуру что хочется по максимуму энергии своим поделиться ночью и в отпуске конечно даже дает себе нас заходим спальню друзья тут как бы надо ломать голову как не зайти особо потому что она сразу же но как бы войну от я думал что если вы знаете я был студентом квартира такого размера для меня было бы идеальным решением ну вот особенно в европе особенно в центре вены большая кровать но не большая 160 до спальное место здесь достаточно комфортная для двоих здесь сделано интересное такое решение сделали такую типа аля интелляцию такой короб а сверху вместо полочкой как они чего угодно здесь и такие фанели это крашеные как кондер панели или польза грант 3d панели что-то подобное но смотрится эффектно но есть нюанс она не очень приятная если там головой можно давиться мне кажется что было бы логично и поставить что-то типа обоев с таким рисунком эффектом оптической иллюзии но опять же это с точки зрения комфорта точке зрения практичности учитывая что это арендное жилье вот это конечно гораздо проще там помыть потереть и все чем огонь которые засаливались от голов и так далее большое зеркало открывать на этой стороне у нас здесь в нише по первым чем телевизор такие вот включатели есть для прячек со своей стороны каждый отключается и общий свет спальню тоже включается здесь в принципе света потолочного не так много но его и не нужно много и больше используйте на локальный свет какой-то на уровне класса даже ниже здесь в нише встроен небольшой шкафчик сверху есть хранение очень много здесь открытый рейл снизу полочки то есть есть куда все убрать и вот то о чем я говорил как бы тот нюанс который в повседневной жизни бы лучше было сделать это если бы в этой нише были полностью открыты и было бы больше хранения там каких-то полок в том числе и ниша будет сделать чуть-чуть побольше забрать кусочек у ниши для стиральной машинки поставить растерянную машинку меньше глубины и сделать здесь более детям и шкаф это было бы супер и тогда это вообще в принципе квартира готова для постоянного проживания интересное решение самое ожидаемое и не самое ну возможно дееспособное для постоянной жизни это то что здесь спальня соединена сразу с душевой то есть это никакой перегородки хотя по идее тоже можно легко решить ну как минимум шторкой максимум можно сделать небольшую там дверь или дверь закатную которая будет закатывать на вот так далее здесь на полу у нас меняется напольное покрытие от паркета деревянного черного мы переходим в черной керамической плитки но в принципе шаг меняется из размера но хорошо и телосно это за на помощь на и но душевой она прийти точно не титни здесь мойка подвесная вся сантехника встроенная грое никелированная очень классная зеркало с подсветкой тут у них ноженой бочок для мусора и вот здесь в нише с другой стороны хранение тут стоит бойлер для горячей воды здесь же сушка для белья гладилка какое-то другое хранение можно использовать постоянно а с них вот здесь стиралка и сушильная машина на 7 килограмм вот и это очень говорил что можно было сделать поменьше и отдать больше места для шкафа для хранения одежды ну и вот здесь то есть мы сразу плавно переходим от умывальника к душевой вот такая душевая достаточно вместительная очень удобное решение почему-то я много раз не использую когда здесь сделать такую нишу выстраивать и сразу решается вопрос и с встраиваемыми светителями и с местом для хранения всех генических приобретательности шампуни и так далее очень удобно это когда размер душевой позволяет то ваймут даже это удобнее чем встроенные вот знаете как они называются встроенные полочки ниши потому что там там седается место сразу ползать я дуковую точно много потому что вверху широко здесь нормально и проще эксплуатации проще там убирать натирать и так далее встроенная душевая система гроевская тоже с термостатом здесь на тропическую лейку на ручной душ кстати если бы не заметил не текущий говорю что душевые можно не ставить гусак то есть как правило для душевой делают просто ручную лейку чтобы там помыть себя и там пол суда это на это таз набрать нужно и тропический гусака как правило для душевых систем не предусматривают то есть это либо нужно отдельно связь конструктором и там больше сложности с переключением уже будет каждого механизма либо какие-то отдельные позиции но они как правило все такими маленькими кусочками они прям от стены еле-еле торчат но все равно это не очень функционально поэтому обратите внимание что в душевой можно высоко отказаться ну в общем то на этом все это было такое небольшое экспресс включение не мог я почему-то позволить себе не показать вам эту квартирку мне она очень понравилась буду рад любому вашему мнению активно буду вступать в переписки а в обсуждениях поэтому милости прошу в комментариях давайте поймать активность буду рад любой обратной связи также я хочу напомнить вам что где бы мы смотрели это видео сейчас вы всегда можете перейти и на другие мои площадки где какой-то контент дублируется какой-то контент полностью эксклюзивный и не повторяющийся для вашего выбора имеется возможность следить за моими работами моим творчеством и личной жизнью в инстаграм в контакте группа вконтакте яндекс дин телеграм канал но и конечно youtube канал то есть вот 5 этих ресурсов они какие-то чаще какие-то реже обновляются ссылки на все эти ресурсы мощности в описании под роликом и я буду ждать вас везде на каждой этих площадок большое спасибо что были с нами смотрите досмотрите видео до конца что остаетесь со мной несомнительно что даже на то что я не выхожу в эфир по несколько месяцев бывали но что вы делаете записываю это видео я кому-то не рожден и как мне такое настроение хорошее ну в общем всем спасибо и всем пока до скорой встречи на своем лайв чао